Девушки отдыхают Школьников гости Гости, приехавшие из Светлогорска На синей половине студии Команда Дениса Дегуна Прошу На красной половине У нас команда Ангелины Юровой Это клуб 69-й школы Светлогорцев давным-давно Духовно и интеллектуально Окормляет Ирина Викторовна Сафонова Ну а с девушками 69-й школы Давно и плодотворно работает Олег Нович Лейнов Да вот такая странная у нас игра получается Светлогорск против Гомеля Район против Областной столицы Крутые пацаны Против замечательных девчонок Ну что ж РУД пятерка Играем И сразу я обращаюсь к Денису Из Светлогорска Денис Блеф игра Наша замечательная Донетка Нужен интуист Самая лучшая интуиция Обладаю я Хорошо Потерпите немножко Ангелина Юрова Кто у вас Позревает будущее? Я думаю это Катя Итак Денис против Кати Вперед Итак внимание Ваша задача нажать на кнопку И сказать да Если я говорю правду И нет Если я лукавлю Начнем Верите ли вы что На Руси когда-то осень Называли Есень Я верю И кстати фамилия Есенина Идет именно от этого Древнего слова То есть Есенин Значит осенний Первые пять очков Команде Ангелины Команде Играем АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы что В допетровские времена Считалось что осень Продолжается до Рождества ПИП Прошу Я верю Да конечно Вот Рождество пришло Значит осень завершилась Прекрасно Верите ли вы что В Южном полушарии Осень начинается с апреля ПИП Нет Не верю А с какого месяца С февраля Нет на самом деле с марта У нас начинается осень сентября Но у них все наоборот Когда у нас весна У них осень Видели вы что Пушкин называл осень Унылой порой Фальстарт 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 У вас За этим очень строго следишь Электронный судья Нет не верю А я начал именно со стихов Пушкина Унылая пора Че очарование Приятна мне твоя прощальная краса Теперь вы это помните И никогда не спутаете Играем Народная примета Верите ли вы Много грибов К холодной зиме Да Ребятушки Ну что значит Много грибов К холодной зиме Видели когда Гроздь и рябины горят Вот много ягод К холодной зиме Теперь вы это запомнили Счет 10-5 В пользу Светлогорска Вот так Позвенели оружием На ближней дистанции Обменялись уколами Обменялись Набранными Очками Ну а теперь пора Приступать к игре дуэльной Дуэль игра Вперед Прослушайте темы боев Всего 5 уроков у нас Урок русского Это первый Урок биологии Идет вторым Урок Географии Третьим Физика Четвертая Ну и на закусочку Истории Немножко Урок истории Это наш Пятый бой У вас есть 5 секунд Чтобы решить Кто на какой урок Пойдет к доске Вперед Итак, Денис Урок русского У нас лучше всего Знает русский Юрий Хорошо Ангелина у вас Я думаю это Катя Итак Юрий против Кати Вперед Начнем Всем слушать меня В каком наклонении Я применил глагол Прошу Повелительным Повелительным Вот такой я Повелительный Правильно Инструкцию пишут Официально деловым стилем Или научным Официально деловым Конечно Прекрасно Выделяющие знаки Припинания Две запятые Два тире Кавычки И есть еще один Выделяющий знак Они Прошу Тире Тире Я сказал уже Два тире Есть шанс Нет А вот скобки Никогда вы не ставили Это скобки Теперь вы это знаете Таким Таким может быть И продукт И прилагательное Ну Да Качественный Браво Качественный ответ Ну и заканчиваем Не видать милого друга Только видит Вьется вьюга Где тут определение? Милова Какого? Милова Вы правы Итак Катя вышла И вывела свою команду Вперед 15-20 Гомель впереди Следующий бой Вперед Денис Денис Нужен биолог Человек Который может Отличить Лягушку От собаки Хотя бы Кто это? Это сделает Ефим Ефим Прекрасно У нас это сделает Катя У нас Кать Как комаров На полисе Итак Ефим Против Екатерины Вперед Катя Это ваш второй И последний выход У нас больше двух раз К стойке не ходят Итак Поехали Урок биологии Растения изучает Как известно Ботаника А вот животных Изучает она Катя Зоология Прекрасно Автотрофы Могут Образовывать Органические Вещества Из Неорганики Чудо Пример Автотрофов Это Растения Прекрасный ответ Она нужна Человеку Для роста Тела И получения Энергии Пища Пища Еда Вы правы И коварный вопрос Морковь Это Однолетник Или Многолетник Фальстарт Катя Многолетник На самом деле Вопрос подлый Это Двулетник Он и не однолетник И не многолетник И заканчиваем Это Научно-просветительские Учреждения В которых Содержатся Дзеки Животные Заповедники Заповедники Я не согласен С вами Прошу Будете жать Катя Нет Ой А в зоопарк Никогда не ходили Вот это и есть Научно-просветительские Учреждения Заповедник Таковым назвать Ну никак нельзя Итак У Светлогорска 20 У Гомеля 30 Прекрасно Следующий бой Денис Денис Пора искать В своей команде Колумба Или нахудую Конец Васко Дагаму Мне кажется Это сможет сделать Александр Хорошо Александр делает Всех Ангелина Я думаю Лучше всех У нас географию Знает Алина Итак Александр Против Алины Вперед Итак География Страны в окрестностях Персидского залива Лидеры по добыче Этого Полезного Ископаемого Что не знаете Какое Ископаемое Сосуд Из-под земли В Персидском заливе Оооо Это тяжело Это нефть На всякий случай Теперь вы это знаете Зимой этот сезонный ветер Дует с суши на море А летом с моря на сушу Мусон Мусон, конечно Играем Самая-самая большая Из пустынь мира Это Сахара Молодец Даже не дождался Когда я к нему обращусь Браво, Александр Играем Северный полюс Ее Находится Во льдах Северного Ледовитого океана На наибольшем Расстоянии От любой суши Полюс Ее Есть просто Северный полюс Географически Есть северный Магнитный полюс А есть северный Полюс Ее Это полюс Недоступности Так называемый На максимальном Расстоянии От суши Вот теперь вы это знаете И заканчиваем Из мировых Религий Буддизма Христианства И ислама Наиболее древние Буддизм Буддизм, конечно И Александр Свою команду Вывел вперед 35-30 Светлогорск Лидирует Следующий бой Урок физики Урок физики Может собственных Платонов И быстрых разумов Нефтоном Полесская земля Рождать Денис Кто у нас Ньютон такой Или Ньютон Даже я бы сказал Я Хорошо Будем знакомы Ангелина Есть физик в команде? Думаю Пойду я Хорошо Думаю Это хорошо Это полезное занятие Денис Против Англины Капитанский бой Вперед Итак Если траектория движения тела Прямая линия Движение называется Каким? Прямолинейным Это правильный ответ Да Этот французский химик Математик и философ Открыл Основной закон Гидростатики И доказал Что воздух Имеет вес У нас его называли Влас А в честь его Названа одна из Гомельских гимназий Это блеск Паскаль Теперь вы это знаете Играем Это сила Препятствует санкам Которые едут с горки Уехать слишком далеко Сила трения Прекрасный ответ Да Вот сейчас я Закон вам процитирую Полная механическая энергия Системы тел Взаимодействующих силами Упругости и гравитации Остается неизменной При любых взаимодействиях Внутри этой системы Какой закон? Закон чего? Энергия неизменная остается Закон Сохранения энергии Успел Закон сохранения энергии Конечно Зимой На окнах Появляются Ледяные узоры На самом деле Это Десублимация То есть Переход Из этого состояния Агрегатного В твердое Да Из жид Из газообразного Из газообразного Умница Вовремя правилась Молодец Ну капитаны Вышли И показали Что нет Таких вопросов На которые Нельзя найти Правильный ответ Но 50 у Светлогорска 35 у Гомеля Играем дальше Гомель 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 Студия болеет за Гомель Но обычно болеют за проигрывающих В пику Тем кто идет впереди А вот у тех Кто идет впереди У Дениса У Светлогорска Я спрашиваю Урок истории Кто к доске Захар Ангелина Назовите отвечающего Надя Итак Захар против Надежды Вперед Урок истории Эта война Эта война Между Англией и Францией Стала самой длительной В позднем Средневековье Ну Длинная такая война Какая Столетняя война Столетняя Хотя она продолжалась 116 лет Называется Столетней Великолепно Захар Играем В 1323 году Князь Гедемин Перевез столицу Великого княжества Литовского В этот город Вильно Вильно Прекрасно Захар Вы историк Олимпиадник Я математик Потрясающе Наиболее известное Из оборонительных Сооружений Построенных В 13-14 веках В Беларуси Это Брестская крепость Брестская крепость Немножко позже Была построена В 19-м Может Надя знает Замечательно Все знают У всех на слуху На самом деле Это Белая вежа Или Каменецкая вежа Теперь вы это знаете Эта болезнь Называемая Черной смертью Сократила Население Европы В 14-м веке На треть Чума Блестяще Захар Вам нужно Менять Предмет И заканчив Они составляли Сословия военных В средневековой Японии Самурай Да 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 Захар Отработал Блестяще Захар Плюс 20 очков Принес Своей команде 4 правильных Ответа Из 5 Ну а Надя Будем надеяться Что Надя У нас еще себя Покажет Следующий бой Вперед Итак Тест игра Наше скоростное Централизованное Тестирование Как не бывает Интернета Без котиков Так и Эрудит пятерки Без котиков Тоже быть Не может Кто разбирается В котиках У Светлогорска И снова Это Захар Мало что Захар знает Математику Историю Так он еще И по котикам Специалист Я даже боюсь Догадываться В чем он Не специалист Ангелина Мур-мур-мур У нас это Алина Мур-мур-мур Это Алина Итак Хорошо Захар против Алины Мяу Алина 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 Виктор Гюго Сказал С юмором Бог создал кошку Чтобы человек Мог приласкать А Кота Б Котенка Ц Тигра 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 Плюс 10 очков Алина Смелее Прародиной Домашней кошки Фелис Доместика Считается А. Северная Африка Б. Южная Америка И. С. Средняя Азия Северная Африка Потрясающе Плюс 10 Чеширского кота Придумал А. Джон Толкин Б. Льюис Кэрол И. С. Клаев Льюис Льюис Кэрол С ума сойти Плюс 30 Страна Кот Девуар Получила свое название А. Из-за котов Б. Из-за львов С. Из-за слонов Б. Из-за слонов А почему? Потому что она находится вроде как в Африке Да, и раньше называлась Берег слоновой кости Великолепно Ну, я принимаю ставки Сумеет ли Захар Взять 50 очков На тест игре Поехали В народе говорят Кто кошек любит Тот будет и А. Молоко любить Б. Жену любить С. Песни любить Молоко любить А вот тут вы ошиблись Не получилось у вас набрать 50 очков на тест игре Обидев бедную Алину Алина, остались варианты Кто кошек любит, тот будет и жену любить И кто кошек любит, тот будет и песни любить Ну Может быть, вариант В? Б. Б. Да? Кого там? Жену или песни? Жену Жену, конечно Вот так и говорил народ Кто кошек любит, тот будет и жену любить 5 очков Алиновски смогла вырвать из оскаленной пасти Захара Как мыша из арта кота Светлогорск, конечно, отжигает 110-40 Захару аплодисменты Следующая игра Слайд, вперед! Итак, Захар Новая легенда нашей Ради Пятерки Лихо играет Ну, раньше блистала Алина Трубчик из Светлогорска Которая легко брала 100 очков на риск игре Ну, а теперь Вот Даже согнулись плечи Под грузом Славы у нашего Захара Ну, он выдержит Итак, слайд-игра Простая азбука с буквы L Денис? Александр Александр пойдет картинки разгадывать Ангелина, нужен мощный игрок? Пойдет Катя Которая? Понятно Итак, Александр против Екатерины Вперед! Катя, я желаю вам скрострельности и убойной силы Вашей тезке реактивной установки Катюша Александру я вам желаю благородства Александра Македонского Играем Начинаем с выигрывающей стороны И с буквы L Александр, прошу Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Литр? Да, это именно литровая бутылка молока Великолепно Плюс 15 очков Катя Я с вами Мороз Мороз, конечно Вот так он выглядит И, кстати, до сублимации увидели. Саша? Ниндзя. Ниндзя, да. Катя? Вот вокруг солнца. Как это называется? Кружок. Ну, вот. Ореол. Молодец. Хорошо. Саша, прошу вас. Пехтование. Пехтование? Да, пехтование – это хорошо. Что показывают ребята? Ну, раз, два. Прием рукопашного боя. Это приемы. С Катей играем. Руда. Отлично. Прошу вас, Саша. Солдаты. Я понимаю. Видите, вот я понимаю. Да, скульптура. Солдаты. А вот как это называется? Строй. Отлично, молодец. Ну, что я могу. Солдаты. Чек уточнил строй. Великолепно. Катя с вами. Это металл такой. Ну. А ты? Три. Две. Одна. Катя, рыдаю вместе с вами. Саша. Не знаю. Это титан. Теперь вы его узнаете в лицо. Саша, поехали. Узел. Узел, да. Есть такой узел. И, Катя, забейте последний гвоздик. Ну, как? Тип повозки называется. А сейчас такие микроавтобусы бегают. Грузопассажирские. Не, не знаешь. Увы. Саша. Фураж, может? Фураж. Нет, фураж. Фураж. Это то, что там внутри. На самом деле, это фургон. Ну, неужели непонятно? Непонятно. Итак, фургон. 170 у нас. Светлогорск. 85. Катя старалась, как могла. Увы, увы, увы. Риск игра. Вперед. На низ игру. Единственную игру со штрафом. Плюс 20, минус 20. Идет самый сильный, обычно, игрок. И я верю в команду 69-й школы. Хотя она как-то приумныла. Можно еще. Все можно сделать. Прошу вас, Денис, кто пойдет в бой? Порискует у нас сегодня Ефим. Порискует Ефим. Он займется пехтованием у нас. А с кем он займется? Пойду я. Хорошо. Итак, Ефим против капитана Ангелины. Вперед. Горды! Единственная игру. Итак, риск игра. Правильный ответ. Плюс 20, неправильный минус. Но можно и не жать кнопку. Итак, русский язык. Урок русского. Он ответил первым и получил 20 очков. Предложение простое или сложное? Простое. Простое, конечно, Господи. Плюс 20. 105-170. Как-то веселее стало. Биология. Наиболее известен из проживающих в Беларуси ракообразных. Именно он. Ракообразный. Рак. Рак, конечно. 125-170. География. Климат. Климат резкоконтинентальный. С холодной зимой, горячим летом и малым количеством осадков. Описана эта природная зона. Говорили мы о ней уже сегодня. Я большая, жаркая. Жмет. Пустыня. 145-170. Цельный климат. Ну что? И осталось два вопроса. Ефим безмолвствует. А он зачем рисковать? Да. Физика. Эта сила равняется 735,5 ватт. Да. Лошадиная. И это правильный ответ. История. Клио или дающая славу была ее музой. Музой этой науки. Ну. Тема-то у нас какая. Да. Истории. Сумела взять 80 из 100. Наша Ангелина аплодисменты этому замечательному человеку. Ну и Ефим выбрал правильную тактику. Не атаковал, не жал. Вот когда поймал ее на кнопке, где знал стопроцентно, он и ответил. Итак, победа Светлогорска. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Впереди у нас красивые, яркие, праздничные, зимние игры, финалы, суперфиналы, где встретим звезд нашей игры 10-го сезона нашей уникальной телевикторины. Ну что ж, а звезды – это те люди, которые всегда откликаются на наш призыв. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. КОНЕЦ